Победа очень трудная. Думали ли вы о том, что она будет такая трудная, когда счет 3-0 стал? Нельзя не провести параллели этого матча с Сибирью, в Новосибирске, когда также 3-0, потом 3-2, и у нас не случилось 3-2 в конце второго периода, и потом даже соперник сравнял, но все равно тогда выиграли. Все-таки в чем вы видите корень этой проблемы, если так можно выразиться? Да нет, это не проблема. Просто солидная команда должна все-таки играть все 60 минут, держаться того рисунка. Поэтому я думаю, мы сейчас доберемся до Ханты-Мансийска, будет собрание, разберем почему и как. И поэтому уже при таком счете нельзя давать шансов сопернику, чтобы он почувствовал и вошел в игру. Не могу не спросить, вот забивает практически только звено Саботки. Не тревожит ли это? Так нет, ну почему? Ну, Магнитогорска забивает звено Мазякина, да, у нас новое звено, поэтому и Вова, и Серега, и Денис молодцы, тащат, как говорится, всю команду. Поэтому пусть продолжают в том же духе, то есть вот наша задача, как можно меньше пропускать, и самое главное, чтобы команда побеждала. Есть у вас объяснение такой вот фантастической результативности Широкова? Ну, мы спрашиваем у него, что он ест, что он пьет, как готовится, молчит, улыбается, он, наверное, сам в шоке, но мы рады очень за него, поэтому пусть продолжает в том же духе, и мы будем ему в этом помогать. И последнее, нельзя не спросить, все-таки у вас нет некоторой, можно сказать, психологической, может быть, какой-то неуверенности сейчас из-за того, что никак не удается забить все-таки вам? Ну, я очень надеюсь, что еще решающие голы еще впереди, поэтому сейчас в первую очередь, первая задача сыграть на ноль, не пропустить, вот, а там уже посмотрим. А забивать есть кому? Да, Сергей Широков.